После недавних событий в тульском поселке Полиханово, местные цыгане пытаются приспособиться к жизни с отключенным газоснабжением. Те, кому повезло, смогли раздобыть печки-боржуйки, а кто побогаче, начали пользоваться привозным газом из баллонов. Сейчас жители табора не бросаются на журналистов, как это было 15 марта, а делают вид, что не замечают, либо относятся с подозрением. К моменту приезда нашей съемочной группы людей на улицах поселка, несмотря на наступивший день, было очень мало. Однако от одного из местных, мужчина пожелал сохранить инкогнито, нам удалось узнать, что в поселковой администрации проходит встреча с представителями диаспоры. Комментировать что-либо в администрации отказались, сославшись на занятость и предложив обратиться в пресс-службу. Но разговор в кабинете у начальника отдела по работе с территории Полиханово Сергея Скобцова шел громко. Поэтому как-то с самого выяснилось, что сейчас чиновники активно пытаются разрулить возникшую ситуацию и объяснить жителям табора, как можно узаконить постройки, какие нужны документы и куда обращаться, если в дом обезотопление холодно. Без комментариев неожиданно выдал в нашу сторону один из вышедших из кабинета смоглых мужчин и поспешно покинул здание администрации. Остальные предпочли не заметить корреспондентов. После беседы начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Чербаков решил лично осмотреть несколько цыганских построек. Прогонять съемочную группу Максим Борисович не стал, но при этом нельзя сказать, что выглядел он особенно приветливым. Вы можете параллельно с ними, я хочу для себя, просто, знаете, как они, вот, как у них еще это не стоит, беседу я с ними, мы переговорили, все, я просто сам хочу посмотреть и все. Нужные дома стояли на самом окраине поселка, за ними только поле и вдалеке автомобильная дорога. Честно сказать, все цыганские постройки здесь выглядят несуразно большими и при этом не слишком надежными. Скорее их можно назвать рассчитанными на большое количество проживающих бараками. Внутри просторно, при этом стены в основном из ДСП. В одном из домов в огромной прихожей стояла буржуйка, возле которой грелись две девочки. Во втором такая же печка, но в районе кухни, и детей тут уже около десятка. Да и выглядело второе жилище чуть богаче. Стоило приоткрыть печку, как из-за практически неработающей вытяжки внутрь помещения начинал валить едкий сизый дым. Вот так круглосуточно и топим, колем дрова и топим. Дров тоже так же нет, вот, ещем по всему табру, там досочку, там досочку, вот. Колем эти дрова и топим всю ночь, вообще практически не спим. Топим так, чтобы тепло было, потому что вот дети какие маленькие, вот видите, вот они, вот навороженные маленькие, по два месяца им детям, по два месяца детям, вот, понимаете. И в каждом доме вот так же, потихонечку топим, потому что тоже боимся, потому что там искры летят вот эти вот от этой печки, вот, недалеко от крыши. У нас на крыше как бы рубирой, не железо, рубирой. Вот боимся, фронтоны там открыты, там опилка вдольная. Боимся, чтобы искры не полетели, потому что боимся из-за дома. Ну-ка, на нее, на печку, вот видите, как у нас, вот согреемся. Часа по два ждем, чтобы он покипит. Долго, часа два, да. Три. Добавим, что на долине от некоторых домов уже стояли газовые баллоны с пропаном. Люди начинают привыкать к новой реальности. Но, как пояснил нам один из цыган, многие опасаются взрыва, и поэтому не готовы прибегать к такому варианту при приготовлении пищи. Об отапливании дома таким способом никто даже не думает. Говорят, что слишком дорого. После этого мы отправились в местную Плехановскую школу. На момент нашего визита в ней уже вовсю шла работа по подключению к сети двух электрокотлов, которые позволят отапливать классы и поддерживать в них нормальную для учебного процесса температуру. Без отопления термометр в коридоре показывал всего 6 градусов. Примерно на 3-4 градуса выше, чем было в тот момент на улице. По словам директора школы, деньги на электрокотлы выделила городская администрация. Вопрос оплаты электричества в настоящий момент находится на стадии решения. В целом, сейчас обстановка в поселке выглядит вполне мирной и стабильной. Но что будет при сносе более сотни незаконных построек, одному богу известно. Отметим, что проживающие не в табре часть жителей Плеханова с недоверием относятся к грядущему сносу, как и к тому, что их соседи когда-нибудь начнут вести себя, цитата, нормально. Напомним, конфликт Плеханова начался 16 марта, после того, как днем ранее в систему газоснабжения попала вода. Без газа остались около 400 домов. Но провести ремонт не удалось. Местные жители напали на ремонтную бригаду сотрудников полиции и журналистов. 17 марта в поселок прибыла маленькая армия полицейских, численностью около 500 человек. Только так удалось ликвидировать незаконное подключение к газовой трубе. Естественно, не обошлось и без эксцессов. Стражи порядка жестко пресекали любые намеки на провокацию. Вопрос о сносах незаконного жилья, как и возможность легализации постройки, пока остается открытым. 21 марта заместитель руководителя УФССП России по Тульской области, заместитель главного судебного пристава Тульской области Екатерина Неминуща рассказала, что с августа 2015 года в отношении жителей поселка возбуждено 122 исполнительных производства. Сносу подлежит 121 незаконное строение. Одно уничтожил пожар. 112 протоколов рассмотрено, вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа, предусмотренного частью 2 статьи 17.15 Кодекса об административных правонарушениях, где сумма штрафа составляет 2000 рублей с каждого должника. И 9 протоколов у нас рассмотрено по части 1 статьи 17.15 Кодекса об административных правонарушениях, где сумма штрафа равна 1000 рублей с каждого должника. Сергей Стариков, Алексей Зотов, Телетула.